Значит, на сегодняшний день особых новостей нет. Вот время наступило ленивое, дождливое. Все люди стремятся, пока есть теплая погода, отдохнуть. Год был напряженный, нагруженный. Ряд сотрудников, еще на нашей команде сейчас на кусках. Те, кто на работе, еще не в отпуске, работают из-за себя, из-за того парня, так говорится. Поэтому нагрузка на всех возросла, и возросла солидно. Плюс ко всему, дополнительные работы появились, дополнительные работы появились, это работы, связанные с подготовкой сайта. И поэтому сейчас снимается очень много фотоматериалов, видеоматериалов. Ответственные лица, кто ответственен за дизайн сайта, за его наполнение, работают непосредственно на площадке. Соответственно, это вводит дополнительные вопросы, наши дела, создают некоторые сложности, трудности. Но, тем не менее, работа двигается. Значит, фактически закончились ремонты работы на участке моток, изготовлением моток, так называемый моток участок. Сделано ввод электроэнергии туда, освещение поставили, поставили. Разводку, сделали выводы для подключения оборудования. Сегодня переместили еще одну часть оборудования. Вчера тоже туда часть оборудования перемещали. Также в лаборатории сделана перестановка небольшая, сдвинутая. Стол монтажный, установлен дополнительный стол, низкий, платформа. На эту платформу установлена новая воспитательная машина. На следующей неделе приступим к ее отвязке, подключению к сетям. Так что сразу на двух участках ведется работа. Один доуснащается, второй оснащается с нуля. Так что у нас, в принципе, небольшой такой фитнес-клуб организовался по передвижению, перемещению тяжестей. Улучшаем форму, фигуру перед отпусками. Те, кто остался. Я надеюсь, что до конца этой недели основная работа по подготовке материалов для сайта будет сделана. Основные работы будут выполнены. И сайт soralmash.ru начнет поработать. Начнет работать. Я бы просил всех коллег познакомиться. Вот сейчас выложена некоторая версия, еще не совсем доработанная. Надеюсь, в понедельник она будет более полная. Всем познакомиться, ознакомиться и высказать свое мнение, пожелание. Отправлять, можно, на службу технической поддержки, можно, как группа контакта, в контакте. Я думаю, что совместная работа позволит устранить те шероховатости, те недоработки, которые мы просмотрели. Кстати, еще одна информация. Я уже к этой информации обращался, приводил ее. Сейчас у нас получилось так, что мы проходили ряд проверок. Налоговая рекомендовала нам изменить юридический адрес, потому что там, где мы находились, для стартапов годилось, для более серьезного проекта уже нет. Поэтому вместе с переустопкой доли Солмаш в пользу Соларгрупп, то, что делалось параллельно, было сделано изменение юридического адреса. Сейчас юридический адрес, Пантерский, проспект Дан 10, помещение Кисат Крым. И почтовый ящик тоже у нас появился, как в качестве адреса для переписки, почтового адреса. Все контактные реквизиты теперь указаны на сайте, они действующие, обновленные. Вот, но что это за собой повлекло? Это за собой повлекло колоссальную дополнительную работу, потому что нам пришлось, нам уже пришлось по всем нашим договорным обязательствам, по всем предварительным договорам, протоколам о намерении, и так далее, сделать рассылочку, заменить адреса. Но в то же время вызвало некоторые задержки и в регистрации договора на аренду земли, и со многими другими договорами. Я предупреждал, говорил раньше, что подобные телодвижения, подобные действия вызывают, всегда вызывают сложности и дополнительные проблемы. И их надо предпринимать только тогда, когда зазрела острая необходимость. Потому что у нас и так очень много всевозможных задержек, и по нашей линии.